вот я в первую очередь обращаюсь к нашим жителям села покровка оренбургской области где у нас вот пуховых коз выращивали у нас я жуткая ностальгия по тем временам когда мы со школы выходили прям с класса шли шли чесать коз пуховых я вот шел шел за это приятно было вот как это повеяло знаете родиной да вы сами откуда родом я сама тоже у меня родители оренбургской области о подождите села желтый не оттуда вы потому что в журнале блин вокруг света там бабушка татарка из села желтые и показали шамси нурли как бабушка а потом наш совхоз южный показали там значит фотографии были и текст был за 1977 78 где-то журналу это в каждом доме мастера такие же мастера что бабушка это все привело мне что моя сестренка моя мама вяжет и все тети моей как вас велчать меня зовут рейса рейса вот видите рейса вас там сорок ташком районе еще остались родственники да и они тоже вяжут до пуховые а тот у нас к сожалению цыганки сидят и я не буду до крутые выражения использовать но хочется а вот снег идет сейчас кстати снег идет говорят на первый снег надо положить пуховый платок когда снег идет потом пушистый будет начнет пушиться но если вы будете носить его он тоже так же будет тоже да а где пух берете волгоградский пух да подождите губерлин совхоз нет совхоз южный нет уже коз да я за насколько знаю оренбургская фабрика пуховых платков из волгограда ой извините было с волгоградский теперь из китая пух завозят они а вы в оренбургской области 40 кос держит или частный подворье то а это частный козы да вы вяжете сами да сколько лет вообще увлекайтесь или как семи лет до вас ими еще кто-то этим занимается и сейчас вяжут да а вы из какого села тогда шишма 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 это значит родник до шишма вот такие жилеты есть ничего себе это вы сами да сколько времени вязали ручную сюда или на машине машины это работа потрясающе а кто-то не наденьте я паузу поставлю или это наверное ахаха сейчас так давайте что покажете а давайте паутик покажите потом паузу поставлю примерять будете а через колечко проходит да можете показать через колечко значит замечательный репортаж получится для тех кто не понаслышке знает о пуховых платках это вообще потрясающе родиной повеяло как-то сейчас на паузу ставим и она оденется и тебя моя мама согреет аренбургский пуховый платок у меня вокальные данные не очень но зато от души это зыкина пела про наш оренбургский пуховый платок ее наградили кстати на фабрике у вас это заказывает вам платки сколько видов продукции пуховой вы это а сколько времени отнимает вы одна все успеваете да дома здесь до челнах там а вы ездите у них берете до товар до сюда войска ну это вообще замечательно потому что вот сидят вот там обычно на улице где-то привозят откуда потом знаете вот когда мы ездили в детстве в узбекистан в поезде ехали и там обычно заходили бабушки пух пух говорила а наш родственница говорила они горят верблюжьи с под видом пуха продают они горят обманывать людей но у вас наверное свой товарный знак или свой как-то чтоб все знали что у вас как это чтобы вы чистые как сказать коммерсант чистые работы натуральный стопроцентный качественный продукт у меня никакой здесь не узбекистан не на юге где-то цыгане продают до меня проверенные я уже много лет этим занимаюсь именно распространением в инстаграме вот там еще есть у пушкина сказка папе работе к балде говорит не гонялся бы ты поп за дешевизной вот нельзя гнаться за дешевизной да вот надеюсь сейчас служить не обидится это классик это пушкин так что пусть на меня не не пеняют которые купили по дороге поезде на юге приехали мы выбросим этот товар и взяли у меня на самом деле говорит качественную товар который вот сколько стоит людям же интересно будет знать 4 с половиной до сколько пух ушло на вес сколько грамм 300 сейчас нам аттракцион продемонстрирует через колечко пропустят сейчас до подождем вот а понятно не обручальные да может зацепиться что ли или что подождем тогда не было обручальное кольцо как говорит фокус не удался факир был пьян но здесь факиры пьяного нету вот просто как у людей тонкие пальцы вы знаете здесь утонченные одни девушки них пальчики тоненькие они не работящие что ли получается да все аристократки здесь у всех тоненькие пальчики до качество товара не проверяется я хочу сказать с кольцом а вот начнёт до начинаешь какое-то действие делать или носить его сколько лет промыслу вашем семейном может быть это из поколения в поколение до фамилии как и это сильнее который это толпи кого толпи кого толпи кого пол ну толпи кого да столбик до толпи кого сейчас на паузу поставлю вот это невесте до для невесты что лет туда продемонстрировать его но видите как ничего себе я пока вот что-то вот отвлекались вы мне в голову пришла мысли она редко приходит но старается хороший качественный приходить значит что хочу сказать то что у вас продукция не нашла покупателя не говорит о том что она плохая сейчас очень большое огромное количество всякой продукции да и поэтому люди вот ну в океане когда много островов человек корабль путается не может найти нужен остров где хороший гавань да то же самое вот конечно вот замечательно представьте себе какая девушка она со вкусом определенным да она бы там без ума было да у нас же знаете вот стиле тик тока чаще люди смотрят когда там постановочные что такое а это знаете им всегда говорю это все равно что прийти на базар одно место свое выставить не совсем место которому можно гордиться и кричать что все заметили то же самое надо вот как-то поинтереснее какие-то вот людей деловых показывает потому что как они понимаете вот сейчас не самое простое время когда перенасыщенный рынок продукции и люди несмотря на это надо дать отдать им должны они вот видите как не как-то не сложа не складывают руки они стараются что-то ну не знаю а ну да я хотел сказать изобрести да что-то именно борются они вот да да качественно не то что там у нас все-таки сейчас все поголовный импорт импорт да и в этом океане затерялся вот именно труды умельцев затерялись вот вот покажите у нас время мало остался где-то 40 секунд почем они вот просто кто-то вот цены разные от 500 рублей и выше цены такие а пуховые платочки от трех с половиной до пяти там в какой процент пуха 80 процентов а у родственников сколько там коз в хозяйстве подворье покупайте на рынке пух да а там 40 нашим районе кто-то держит этих коз до пухова 10 10 секунд если чем мы следующем сюжете продолжим так у нас заканчивается время тут спасибо смотрите вторую часть